Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Сейчас читаю статью о том, что Запад рукоплещет Ивлеевой и впал в восторг от этой так называемой голой вечеринки и называет это успешным ударом по Кремлю. Вы представите, что пишут? Вот так вот эта вечеринка, и действительно уже задаёшься вопросом. Я вот, честно, не склонен был думать, что что-то там это специально, не специально было сделано. Я рассматривал с точки зрения морали и нравственности для нашего общества. А вот так почитаешь, действительно задумываешься, вообще могло ли это специально быть, скажем так, организовано с целью вот этих всех реакций западных. Учитывая, что вчера, я прочитал, вообще был в шоке абсолютно, сторонники экстремиста-террориста иностранного агента Навального заявили, что она их верная сторонница, Ивлеева. Но и тогда вообще вопросы возникают насчёт этой вечеринки. Значит, вот что пишут. Удар по Путину и Кремлю. С такой оценкой произошедшей не больше, не меньше оргии в Москве, пишет Царьград, выступила одна из центрально-американских газет The Washington Post. Издание буквально гордится собравшимися на вечеринку представителями элиты в России и намекает, в этой стране для нас ещё не всё потеряно. Ведь знаменитости на нашей стороне. Вот что пишет издание The Washington Post. «Непристойная вечеринка со знаменитостями в Москве вызвала гнев русских политиков и ярых православных активистов, которые призывают правоохранительные органы наказать гостей и организаторов мероприятия за нарушение законов, запрещающих пропаганду нетрадиционных ценностей». Значит, Ивлеева открыто гордятся как представительницы селебрити, бросившей вызов Кремлю и самому русскому лидеру. Ивлеева для The Washington Post – новая героиня, борец за свободу, бросившая вызов Кремлю. Скриншот есть со страницы сайта издания, которые так и пишут. Да, друзья, значит, вы знаете, это, конечно, фантастика. Британский The Sun таблоид. Да, это вообще. Ну, пишут всё относительно того, что традиционные ценности, этот закон о признании ЛГБТ экстремистским сообществам, слава богу, его приняли, избавили хоть, так сказать, медиапространство этой пошлости и грязи. И вот якобы, что вся эта вечеринка, она, вечерина вся эта, она была направлена на то, чтобы показать Западу и, собственно говоря, врагам России, что здесь, несмотря ни на что, можно всё и спровоцировать на какие-то действия. вы знаете, друзья, у них ничего не выйдет. Это гнилые люди, потому что наш народ, наши люди, россияне, мы сплотились вокруг нашего президента, ребята на передовой отстаивают национальные интересы страны, и сюда никак не вбить никакой клин уже абсолютно. Все события в последнее время это показывают. И их жалкие потуги на фоне вот этого провалившегося контрнаступа и всего остального. Может быть это так, я не знаю. Изнутри вот это вот всё делать начать. Президентским выбором. Я не знаю, просто у меня нет таких сведений. Может быть это так, может быть не так. Ну, если анализировать, ну, может быть это так, да. Ну, тогда это вообще конец просто. Но я вижу в комментариях, что все поддерживают нашего президента абсолютно. И когда База написал в Телеграм-канал, что это именно он увидел эти кадры, там как-то военные, сначала военные, потом как-то что-ли им переслал, кто-то что-то такое писали. И именно поэтому вот такие жёсткие ограничения в отношении всех этих артистов. Я вижу только слова благодарности и поддержки нашему президенту за действительно сохранение вот этих, как я говорю, нетрадиционных, а единственных правильных ценностей, которые должны быть в любви женщины к мужчине, мужчины к женщине, и особого статуса многодетной семьи. Видно, сколько президент уделяет внимание семье, год семьи, особый статус многодетной семьи и так далее, и так далее. Поэтому то, что они делают, это жалкие какие-то потуги, они ничем не увенчаются, но не знаю, что вы думаете, друзья, могло ли это специально быть сделано или нет. Но вот эти там радуются, что мол того, что это прям удар по Кремлю нанесет. Я не знаю, что за удар здесь они видят. Но, наверное, что в стране, где всё запретили, как бы провели такую вот вещь. Не знаю, я всё-таки рассматривал с точки зрения моральной нравственности для нашей молодёжи. Но если так посмотреть, то, конечно, можно тоже обсудить это. Друзья, что вы думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости и Рутюб Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.